Фильм производства компании Independent Film Лиза Лёта из Пфальца, Курта Хоффмана Авторы сценария – Йоханн Сибелиус, Эберхард Кайндорн Композитор – Франц Гротер Оператор – Рихард Ангст Фильм снимался в замках Лемберг, Хлубоко, Вахштайн-Пале, Шарвотт Нимфенбург и Нимфенбург Нимфен де Вайс, Харальд Лейбниц, Карин Хюбнер, Ханс Канненберг, Роберт Диттл, Гулер Мойер, Эрвин Линдер, Яхим Теге и другие Режиссер Курт Хоффман Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Едет! Отведи куда-нибудь лошадей! А.Кулакова В чем дело? Мы уже приехали? Нет вашей светлости! Почему же тогда мы остановились? Потому что здесь с позволения вашей светлости ручей, и что через этот ручей нет моста? Был мост, а теперь нет! Эй, ты! Да-да, ты! Вы меня? А кого же еще? Не свинью же? Кто вас знает? Так что вам от меня нужно? Подойди сюда, дубина, коли уж я тебя зову! Подойди, дубина, раз тебя их светлый зовут! Вот и я, ваша светлая! Что вам угодно, ваша светлость? Как проехать к замку? Прямо через ручей! Балда! Как же я переправлюсь через ручей, если там моста нет? А, теперь я вспомнил! Это мельник его разобрал! Вчера у нас здесь была буря! Если вашей светлости обязательно нужно переправиться через ручей, то бревна лежат вон там, за кустом! Бревна за кустом! Давай, иди, помоги! А я не могу! Мне нужно за свинью присматривать! Если она свалится в ручей, наш курфюрст всыпет мне по заднице! Неужели ваш курфюрст считает каждую свинью? Я хочу пить! Каждую свинью и каждую корову! А у себя в замке он всегда считает, сколько картофель в каждой кастрюле! Судя по моему рассказу, ваш курфюрст, похоже, довольно скуп! У него много детей, а доходы небольшие! Давайте, давайте, быстро! Если бы принцесса наконец нашла себе мужа, то об одном из своих чат ему можно было больше не беспокоиться! И что ж, никто к ней не сватается? Да где там? То и дело, какой-нибудь жених объявляется! Но пока что все они, не успев приехать, тут же отправлялись обратно! Почему? Во-первых, она дурнушка, так! Во-вторых, беспреданница, так! А в-третьих, так-так-так! Неужели ты так хорошо ее знаешь? Достаточно хорошо, чтобы предоставить вам эти чтения! Кстати, ну-ну! Говорят, еще один жених должен приехать! Может быть, он будет настолько глупым, что возьмет ее в жены! Можно ехать, Ваша милость! Мельче уже не бывает! Вы с курфюрстом найдете общий язык! Что? Лиза Лотте! Лиза Лотте! Да, мой отец! На кого ты похожа? Что это за тряпье на тебе? Это старое платье наследного принца! Вы же сами распорядились, чтобы ваши дети носили одежду! Их родителей, и братьев, и сестер! Ах, ты нахалка! Ты же знаешь, что я не это имел в виду! Даю тебе пять минут времени, чтобы ты переоделась! Да, мой отец! Этого будет достаточно! Надень новое платье! Голубое! То самое, которое я два года тому назад для тебя заказал! Ну, дети, где же вы? Стройтесь! Где пажи? Так, ты здесь, а где Рудо? Я здесь! На кого ты похож? Чульки подтяни! Ваша светлость! Его светлость герцог Курлянский! Мой дорогой кузен! Позволь представить тебе нашего гостя, герцога Курлянского, дорогая моя! Мой сын Карл, наши дети! А теперь разрешите представить вам мою дорогую дочь Элизабет Шарлотту! Для меня большое удовольствие познакомиться с такой очаровательной особой! Пройдемте к столу, дорогой кузен! Вы наверняка проголодались! Да! Куда ты делал свой зуб? Он у меня выпал! Только этого мне еще не доставало! Без зуба! Тебя и простой пастух в жену не возьмет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как ты это сделала? Я его закрасила! Следующий, кто захочет на тебя жениться, будет твоим мужем или я отправлю тебя в монастырь! Я выйду только за того, кто мне понравится, так и знаете! Субтитры создавал DimaTorzok Быстрее, быстрее! Тебя повсюду ищут! Должна немедленно явиться в замок! Черт! Продолжай, Рудо! Я сейчас вернусь! Иди в свою комнату и переоденься! К чему? Она и так очаровательна! Подойди сюда, дитя мое! Это твоя тетя, принцесса Парати Она специально из-за тебя приехала к нам из Парижа Из-за меня, Элизабет Шарлотта Тебя ожидает большое счастье Тебе предстоит стать второй женой герцога Орлеанского брата Людовика XIV Мне? Да! Тебя ждет блестящее будущее После королевы ты будешь первой дамой в придворе французского короля Но почему выбрали именно меня? Ты этого не поймешь Во всяком случае Когда ты станешь женой брата короля Я буду спокоен в отношении твоего будущего Понятно! Герцог передал со мной небольшой подарок А вот его портрет Можно я теперь пойду и переоденусь? Да, дитя мое! Досадно, что она предстала перед вами именно в этом одеянии В голубом платье она выглядит значительно более привлекательной Мой дорогой кузен, когда брак заключается по политическим мотивам Внешность не играет никакой роли Тетя, что за этим кроется? А что должно за этим крыться? Почему мужчина, который может получить любую женщину в мире Женится именно на мне? Королю вредно, чтобы его брат снова вступил в брак Ну а я решила похлопотать за свою племянницу Я показала королю твой портрет, и ты ему понравилась Вот и все А герцогу? Герцогу мой портрет тоже понравился А раз ты понравилась королю, то ты понравилась и герцогу Я убеждена в том, что ты можешь быть довольна своей судьбой Говорят, его первую жену отравили Дитя мое, мало ли что говорят Говорят, он безнравственный человек А что такое, в твоем понимании, безнравственность? Говорят, что он каждую новую ночь проводит в другой постели И что первый его брак был очень неудачным Просто она не умела удержать мужчину Но она была красивой Ты тоже будешь красивой Ты будешь носить самые дорогие платья У тебя будут украшения И ты научишься всем маленьким хитростям, к которым необходимо прибегать для того, чтобы быть соблазнительной Можно мне еще сыру? Нескоро теперь доведется баварским палатринце Зато будут другие продукты, которые, конечно, ничуть не хуже По мне, французский сыр недостаточно дурно пахнет Подъезжаем границы Останови Дай сюда Я с вами уже здесь попрощаюсь, а то с самого начала начну реветь Господин фон Ольдсторф Господин фон Ольдсторф Благодарю вас за все Дома расскажите, что я очень довольна А папе желаю доброго здоровья Иди сюда, старый мошенник, я хочу тебя поцеловать Передай привет собакам и лошадям и вообще всем-всем Скажи им, чтобы они подольше меня не забывали Ну все, поехали У тебя что, нет носового платка? Без него обойдусь Едут Готовьте карету, они уже здесь Для принцессы Парати будет нелегко привыкнуть к тому, что рядом с герцогом будет молоденькая девушка Похоже, принцессы не усматривают в ней соперницу Боже мой, какое расточительство, двух лошадей запрягли Шевалье де Лорен По поручению моего господина Курмфюрста Передаю вам ее светлость Принцессу Элизабет Шарлотту Пфальдскую Имею честь От имени его величества короля французского Приветствовать ее светлость на французской земле Принцессу Элизабет Шарлотту Пфальдской Принцессу Элизабет Шарлотту Пфальдской Принцессу Элизабет Шарлотту Пфальдской А где мы едем? Мы во Франции, будьте уверены Это я знаю, но в какой части Франции? Мы в Бургундии? Если я не ошибаюсь, мы сейчас в Лотарингии Хорошую страну прибрал к рукам Ваш король, его христианнейшее величество Прибрал к рукам, вы сказали? Ну да, он ведь завоевал эту землю Только в прошлом году, не так ли? Спасибо Правда, что вы были в изгнании до последнего времени Отлучены от двора, да, это так Говорят, это изгнание было связано со смертью Первой жены герцога Орлеанского Если у нас в Версале кто-нибудь по необъяснимым причинам умирает То нужно отыскать человека, которого можно было бы подозревать И на этот раз меня выбрали А чем вы сейчас при дворе занимаетесь? Я живу Я живу в окружении короля и герцога Орлеанского А какие задачи сейчас стоят перед герцогом Орлеанском Те времена прошли Брат ему ничего не поручает Он что, его ненавидит? Нет, он слишком горячо его любит Но герцог допустил одну ошибку Он позволил себе добиться успеха Поэтому он стал слишком опасен для короля И он его отстранил от дел И он смирился Он нашел другие радости в жизни А я заботюсь о том, чтобы он не скучал И как же вам это удается? Я устраиваю небольшие праздники Сопровождаю его во время охоты И я в любом отношении готовсь ему помочь Если у него возникают какие-то желания, понятно Если его укусит блоха, вы после этого его чешете, так что ли? Интересно выражается ваша светлость Очень интересно Если вы ваша светлость не возражаете, мы поедем дальше От диты я всегда устаю Сен Клу Маша светлость, стойте, пожалуйста, спокойно Мадам, выдохните, пожалуйста, а то платье не сойдется Если я что-нибудь съем, оно у меня лопнет Как можно думать о еде в таком платье, мадам? Бинне, как я выгляжу? Замечательно, но немножко бледновато Разве это есть бледность? Извините, мадам, но декольте не годится Руки прочь, я не собираюсь в голом виде представать перед публикой Как вам будет угодно Ваша светлость Вы восхитительны Тетушка, почему вы вдруг стали говорить мне ваша светлость? Моя дорогая Через час я буду делать реверанс перед вами, когда вы будете в Версале Спасибо, что вы камеристок мне прислали Надеюсь, вы будете довольны, Полет? От короля Похоже, его величество многого от вас ждет Если бы это было так, он бы присутствовал на торжествах, связанных со свадьбой Ваша светлость, пора Тетушка, молитесь за то, чтобы я ему понравилась Быстрей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Месье Подойдите сюда, мы должны подписать брачный договор Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мсье, пора Да-да Мсье, пора Мсье, пора Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, прошу вас, начинаем дефиле Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мадам, мы исполнили наш долг Церемония закончена, Желаю вам приятно провести ночь Мсье? Почему вы женились на мне? Я выполнял приказ его христианишего величества короля. Для вас это новость? А теперь разрешите мне удалиться. Вы считаете, что я безобразно, не правда ли, мадам? Я даже не рассмотрел вас толком. Так посмотрите на меня. Для этого у меня будет еще много времени. Я не ждала вас сегодня, мси. Я же сказал тебе, что я приду. Я не поверила вам. Говорят, что невинность молоденькой девушки способна смущать сердцем мужчины вашего возраста. Ты же знаешь, что она не может мне понравиться. Она совершенно неопытна, не знает, как обращаться с мужчиной. И к тому же дура. Мне жаль, бедняжку. Она наверняка представляла себе эту ночь по-другому. Тебе еще никогда не было жаль жены мужчины, с которым ты делишь ложи. А что, сегодня охота, Палет? Да, начинаются дворцовые охоты, мадам. Король вернулся. А дамам разрешено участвовать в охоте? Если бы дамы не принимали участие в охоте, охота была бы для короля скучна. Мсье! Поднимитесь ко мне, я должна с вами поговорить. Вас зовут. Так себя вести нельзя. Должна подождать, пока мужчина сам к тебе придет. И долго мне ждать? Даже если ты успеешь состариться и стать бабушкой, ты все равно должна ждать. Как же я могу стать бабушкой, если я не вижу своего мужа? Вообще не вижу. Я что, вам слуга? Что вы раскричались? Мадам, я спешу, что вам угодно. Подождите немного, я должна переодеться. Я слышала, что король устроил охоту. Да. И вы сделали так, чтобы вашу супругу не пригласили? Вас пригласили, но я за вас извинился. На каком основании? На том основании, что вы себя плохо чувствуете. Я себя плохо чувствую. Меня разбирает это здоровье. Я очень рад, мадам. Но я хотел бы, чтобы вы пока подучились манерам поведения при дворе, и лишь потом показались королю. Я боюсь выставить вас в неприглядном виде. А теперь разрешите мне удалиться. Пусть Буве придет. Охотчий костюм и сапоги для верховой езды. Быстро. Но где же этот Буве? Я здесь, мадам. Седлайте лошадь. Лошадь, мадам. А вы что думаете, я на быке, что ли, поеду? Быстрее, быстрее. Мадам поедет верхом? Да, конечно. А вы будете меня сопровождать. Мсье, я надеялся познакомиться с вашей женой. Что с ней? Пустяки, сир. Не здоровится. Может, послать ей моего врача? Не нужно, сир. Но можно обратиться к вам с другой просьбой? Что вам угодно. Я слышал, что накомандующий войсками в Голландии еще не назначен. Так, может быть, он уже назначен. Войска поведет маршал Милак. Оставьте мне одну, Бобе. Войска поведет маршал Милак. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто это был? Дама? Не может быть, Сир. Наверное, кто-нибудь из пажей позволил себе дерзкую шутку. Что за ерунда? По силуэту это женщина. Вуаля, король нашел свою дичь. КОНЕЦ КОНЕЦ Мне очень жаль, мадам. Вы можете встать? Да, могу, но не хочу. Как вы посмели преследовать меня? Я хотел установить, как выглядит женщина, которая скачет лучше любого кавалера-короля. Убирайтесь отсюда. Теперь вы узнали, как я выгляжу. Извините, мадам, я хотел бы узнать, кто вы. Позвольте, я угадаю. Лицо кажется мне знакомым. Хватит марковать. Почему вы так пренебрежительно настроены? У вас на герцога более веские права, чем та дама, с которой он исчез в павильоне. Откуда вы знаете, что герцог там с дамой? Я видел, как он вошел в павильон. И так как там лошадь, на которой наверняка ехала женщина, он там с дамой, конечно. Не берите, это так близко к сердцу. Это лживая жаба. А вы знаете, о ком вы говорите? Конечно, знаю. Если вы принадлежите к свите короля, вы тоже должны знать. Сожалею, мадам, но я не из свиты короля. Так вы говорите, любовница при дворе хорошо всем известна, не хуже, чем жены. Я бы с удовольствием всыпала им по заднице. Ему или ей? Ей, конечно. И король, между прочим, тоже не лучше. Сам такой ловелас, так ему, может быть, всыпать? Ах, оставьте. Черт возьми. Завтра я буду вся в синяках. Не скалььте зубы, а лучше приведите мою лошадь. Слушаюсь. Сию минуту. У вас лошадь из конюшни герцога Орлеанского? Да. Тогда вы герцогиня. Ну и что? Что вы рот разинули? И вы без сопровождения. Ну и что? Я тайком пробралась на эту охоту. Я хотела познакомиться с королем, между прочим. Но в таком виде, как сейчас, я предпочла лучше убежать от него. Говорят, что король оценивает только ту женщину, которая или совершенно обнажена, или разодета, как павлин. Да, в этом что-то есть. Но, может быть, вы поможете мне? Ну, быстро. Хорошо. Большое спасибо, месье. Мадам. Да? Да? Вы были на охоте? Ну и что? Оставь нас. Вы не ослышались, месье. Да, я была на охоте. Вы упали с лошади? Да, к сожалению. Король вас видел? Не волнуйтесь. Единственным свидетелем моего позора был какой-то назойливый кавалер, который хотел со мной подтвердовать. Кто это был? Понятия не имею. Он не из свита короля. Мадам, научитесь следовать моим указаниям, иначе мы оба будем посмешищем двора. И если вы в следующий раз захотите поупражняться в искусстве верховой езды, подберите для себя какую-нибудь смирную конягу. А на этой лошади вы всегда будете позориться. От короля? Дайте сюда. Нет, письмо для мадам. Для меня? Да, мадам. Для вас неутешительные новости, месье. Король хочет меня видеть, и на этот раз вы не сможете ему помешать. Версаль. Его величество, король. 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 Мсье, поздравляю вас. У вас очаровательная супруга. Мадам, не откажите мне в любезности. Поужинайте со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Мадам, я положил на кресло подушечку. Надеюсь, она достаточно мягкая. Спасибо, сир. Она очень удобна. Вы устроили Мсье сцену? Какую сцену? Зачем? Ну, из-за этой... из-за этой женщины, из-за ее лошади. О чем вы говорите? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Та женщина, лошадь которой стояла возле павильона. Сир, откуда вы-то об этом знаете? Я обо всем этом беседовал только с одним человеком. С одним назойливым кавалером, который преследовал меня и пытался со мной флиртовать. Вы называете это флиртовать? Но он обещал мне молчать и сказал, что он не из свиты короля. Мадам, а разве он солгал? Ну, не совсем солгал, но выразил правду довольно-таки вероломным способом. Ну, а разве вы не любите мужчин, которые пытаются говорить обиниками? Сир, пожалуйста, скажите вашей собаке под столом, чтобы она вела себя прилично. Вы не любите собак? Тех, которые пытаются проникнуть мне под юбку, не люблю. Я надеюсь, что герцог, имея такую очаровательную супругу, изменит свое поведение. Что вы от меня ожидаете? Вы что же хотите, чтобы герцог поддерживал шерсть? А я ткала чулки для крестьянских детей. Есть только одна возможность, Сир, изменить жизнь герцога. Дайте ему какое-нибудь поручение. Он что, жаловался на меня? Не нужно было ему жаловаться. Всем известно, что брату короля Франции запрещено добиваться успехов. Мадам, вы осмеливаетесь на дерзкие речи. Я говорю то, что есть. Однажды он уже добился для вас замечательной победы, но сейчас вы раздаете командные посты вашим маршалам. Вам не нравится, что народ любит герцога? Зря он жалуется. Я осыпал его своими почестями и благожелательством. Все это не может удовлетворить его тщеславие. Сир, королевство французское настолько ярко сияет, что вы могли бы часть этого сияния отдать вашему брату. Вы понимаете, мадам, что если он будет командующим моих войск, вам придется часто не видеть вашего мужа? Как же семья? Да я и так его почти не вижу. Даже не знаю, замужем я или нет. Господи, что у меня вырвалось? Тогда давайте забудем об этом. Иди спать, Бина, ты мне больше не нужна. Это я, мадам? Сообщайте в пальце о вашем триумфе. Да, пишу отцу. Завтра закончите письмо. Ваша победа полная и безоговорочная, вы это знаете. Пройдем в спальню. Я вас недооценил. А вы очень хитрая особа. В виде незнакомки, знакомитесь с королем во время охоты. Затем падаетесь с лошади, он помогает вам. Откуда вы знаете? Все во дворе знают об этом. Но я действительно не знала, что это король. Любой ребенок во Франции знает, как выглядит король. Но я не была ребенком во Франции. И кроме того, вы сами мешали мне с ним познакомиться. Идите в постель, мадам. Вам что, холодно, мадам? Нет. Откуда у вас эта замечательная ночная рубашка? Из дома. Так я и думал. Она нам не понадобится. Неужели благосклонность короля, которую он мне оказал, напомнила вам о том, что вы имеете жену? Я сегодня тоже побеседовал с королем. Сегодня? Да, он мне сказал, что мы должны позаботиться о потомстве. Так что, мадам, давайте выполним наш долг. Так вы пришли по приказу короля? А вас это удивляет? Вы же пожаловались на меня. Убирайтесь из моей постели. Сначала вы жалуетесь на то, что я не разделяю с вами эту ложу. А теперь вы гоните меня. Чего же вы ждете? Что я опущусь на колени и объясню вам в любви? Я не люблю вас, мадам. И тут даже король ничего не изменит. Запомните это. Убирайтесь из моей комнаты. Вы первая женщина, которая выгоняет меня из ее спальных покоев. Высоков вы о себе мнение, мадам. Субтитры создавал DimaTorzok Говори быстрее. Какие новости? Герцог был у нее в спальне? Да. Всю ночь провел? Нет. Недолго он там был. Мадам плакала. Откуда ты это знаешь? У нее сегодня утром были очень красные глаза. Спасибо, Полет. Мсье, Маркиз, ты просит за жеребца немного. А ты хочешь заработать комиссионное на этой сделке? Грязное подозрение. Субтитры создавал DimaTorzok Мсье, король желает, чтобы вы как можно быстрее ознакомились с содержанием этой бумаги. Кто надоумил короля? Не я. Да уж, конечно, господин военный министр. Этим решением его величество выполняет просьбу вашей супруги, герцогини. Мадам, у вас найдется место для нас? К сожалению, нет, мсье. Вы слышали? Мадам ничего не желает о нас знать. Мсье, меня распирается от любопытства. Его христианейшее величество назначило меня главнокомандующим в войск в Голландии. Голландия богатая страна, и нам перепадет. Я не хочу подвергать вас невзгодам в военной жизни и лишать прелестей жизни в Париже. Вы останьтесь здесь. Наверное, вы обязаны этим мадам шевалье. Вы говорите о герцогине орлеанской. Кажется, новый ветерок подул. Хорошо. Надеюсь, в Голландии не так уж много клопов в тех квартирах, которые вы получите. Я ж плю в палатке. Не думаю, Анна, что ты сможешь сопровождать меня. Король хочет, чтобы мы ограничили наши отношения. Так он хочет развести нас. Эта герцогиня постаралась. Благодаря тебе я познакомился с герцогиней, а вот теперь герцогиня устроила мне это место. Она что-нибудь знает о нас? Ерунда. При дворе все знают, с кем, кто кому изменяет, кроме той, кого это касается. Мы больше не увидимся, мой дорогой друг. Я завтра уезжаю. КОНЕЦ Приятного аппетита, мадам. Сожалею, что помешал. Я пришел, чтобы попрощаться. Прощайте, мси. Это все, что вы можете мне сказать? А что бы вы хотели услышать? Ну, вы, например, могли бы пожелать мне успеха. Желаю вам успеха, мси. Вы могли бы выразить надежду, чтобы я вернулся в добром здравии. Все в руках Бога. Мадам, давайте заключим мир. А разве мы воюем? Я хотел бы знать, почему вы хлопотали за меня перед королем, если вам безразлична моя судьба. Король приказал мне, чтобы я удержала вас от игорных домов и женщин. А я подсказала, дайте ему возможность каким-нибудь другим способом использовать его мужскую силу. Обещаю вам, что до моего возвращения, кроме Дианы, ни одно существо женского пола не будет находиться рядом со мной. Надеюсь. Были уже полководцы, которые проигрывали сражение из-за того, что им женщины кружили голову. Я вижу, мадам, что мы, кажется, впервые договорились. Продолжение следует... Бинне, он обещал мне, что он никому под юбку не полезет, пока не закончит свой военный поход. Да? Да. Бинне, он обещал мне, что он никому под юбку не полезет. Читайте, Аббат. Я слушаю вас. Притчи Соломоновы, глава 10, стих 8. Мудрый сердцем принимает заповеди Божьи. А тот, кто отказывается их исполнять, тот бывает наказан. Глупец попусту расточает слова. Красиво сказано. Я это запомню. Это мне подходит. Доброе утро, мадам. Доброе утро. Рэмон, я вас ждала. Герцог два месяца уже в походе. Мы живем как простые христиане, не устраиваем праздников. А вы заказываете такое количество дичи. Я двух всего куропатку съела на той неделе. Куда делись остальные куропатки? Их привезли, да, и заплатили за них. Но кто их ел? Ты ела куропатку, Бинне? Боба, вы ели куропатку? Нет. А вы, Марсель? Нет. Так куда они подивались? 23 куропатки. Куда они исчезли? Не забывайте о персонале, мадам. Мадам, полет, вы ели куропаток? Нет, мадам, нет. А ты? Так где же эти куропатки? Я вот что вам скажу. Их даже не привозили сюда. Вы разделили с охотниками деньги. Мадам, молчите. Если я еще раз узнаю, что что-то в этом роде происходит, я подыщу себе другого старшего повара. Уходите. А теперь я, наконец, позавтракаю. Мадам, позвольте. Да, что вы хотели. Я счастлив, мадам, передать вам радостную весть. Его высочество герцог выиграл сражение. Настоящее сражение? Да. Военный министр говорил о значительном успехе. БВ. Прошу вас, мадам. ТОПВ знает, как выглядит женщина в ночной рубашке. А вот вы оба должны были отвернуться. Где моя шкатулка? Принесите. Все сюда. Я раздам каждому полуудора. Сколько вас? Раз, два, три, четыре. Тебе, тебе, тебе? Твой отец был бы успешен, если бы знал, как ты обращаешься с деньгами. Он не узнает. А теперь напейтесь за здоровье герцога. Благодарю вас. Вы так веселы и довольны. Мадам подарила каждой из нас полуудору. Герцог добился успеха в битве. Он выиграл сражение? Мадам. Встаньте, тетя. Я уже слышал эту чудесную новость. Я счастлива. Охотно верю. Я знаю, что вы чувствуете то же, что и я. Совершенно верно. Прошу вас, садитесь, тетя. Вы хорошо выглядите. Такой отдохнувшей. Хорошо, что сейчас у нас нет никаких праздников. Женщина может отоспаться. От этого она становится красивой. Или она должна быть счастлива, как ваше высочество. Почему вы редко приходите в мои покои? Не хотелось бы мешать молодоженам. Третье лишнее. Да, конечно. Но мне часто не хватало ваших мудрых советов. Вам советовать? Вы же сами сумели добиться благословности короля. И так быстро. Да, да. Все об этом говорят. Мне не могут этого простить. Я знаю. Но есть такие вещи, которые можно обсудить только с женщиной. Наедине. Тетушка. У герцога есть любовница. Любовница? Любовница? Да, я знаю. Без любовницы предварения нельзя. Это как... Обязательная вонь у козла, понимаете? Но что тут можно сделать? Я не хочу с этим мириться. Что вы собираетесь делать? Вы могли бы узнать, кто это. От меня-то все скрывают, но для вас это пустяк. Вы так не считаете? Если вы будете знать, кто эта персона, тогда я попрошу короля отправить ее куда-нибудь подальше от двора. И он согласится со мной, потому что он хочет, чтобы брак наш был счастливым. Я не хочу, конечно, чтобы она слишком страдала. Я слышала, что неугодных двору дам отправляют в монастырь. Как вам нравится моя затея? Отлично. Но только, мадам, я боюсь, что в своих расчетах вы забыли о самом герцоге. Насколько я его знаю, он вам этого никогда не простит. Тетушка, насколько я знаю, женщинами, которых герцог оставил в своей жизни, можно было бы заполнить целый монастырь. Тетушка, насколько я знаю, женщина, 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 женщина. Мадам, граф Кессенский хочет засвидетельствовать вам свое почтение. Руда, он приехал сюда. Быстрее, пусть подождет меня в комнате для аудиенции. Руда приехал. Что? Бобе, види ее. Бобе, как я вывижу? Отлично, мадам. Да-да, я знаю, вам я всегда нравлюсь. Бобе. Бобе. Бинэ. Бинэ? Бинэ, сюда, да. Подойдите ближе, граф Опять попался на улочку Старый друг Это Руда Я вам много о нем рассказывала А это шевалье де Бове Который Восвобождает меня Ото всех трудностей Которые сопутствуют в моей французской жизни Как там отец? Он отправил меня в Париж, чтобы я научился хорошим манерам У меня можешь научиться им Даже король говорит, что я большое приобретение для двора Как же я рада КОНЕЦ Пошли Смотри внимательно Может быть когда-нибудь и тебе потребуется Такой вот увеселительный замок Такой кровати я никогда не видел Да Весь свет проводит свое время в таких кроватях Если бы я знал, что ваше высочество захочет использовать павильон Я бы затопил камин Не нужно, мы уходим КОНЕЦ 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 Ты так много пьешь Смотри, опьянеешь Вот, выпей Чтоб ты тоже опьянел Оставь меня в покое Пустите Черт Кажется, платье лопнуло Ваша светлость, поздравляю Ваше письмо возымело действие Герцог здесь, не может быть Он бы меня оповестил Я узнал его по его перстню Если нам повезет Он Застигнет Свою жену На месте преступления Руда, ты должен мне помочь Ты меня ищешь? Почему ты не сообщил, что приедешь? Я так скучала по тебе Я так рада Прекрати Терпеть не могу сантиментов Как хорошо, что на вас маска Ваши губы выдают Всю вашу горечь И весь ваш гнев Месье Откуда вы взялись? Разве война уже окончилась? Нет, мадам Как вы могли оставить ваших солдат Одних? Вы пьяны, мадам Какое ужасное слово, месье Просто мне очень хорошо Пуалет, Сюзан Я отправил ваших камеристок Почему? Вы что, сами будете меня раздевать? Я должен с вами поговорить Слушаю вас Не уходите Месье Вы не у себя в походном лагере Мадам Я хотел благодарить вас за то, что вы заступились за меня перед королем Теперь я знаю, что вы сделали это для того, чтобы выставить меня на посмешище всего двора О чем вы говорите? О вас болтают Сплетничают, правда? До сих пор сплетничали о вас А надо мной смеялись Хорошо, хорошо Вы отомстили Месье Я слишком устал для того, чтобы понимать то, о чем вы говорите Может быть, вы скажетесь, поясняя Жемчужины мои, мои жемчужины Может быть, с графом Гессенским вас связывают какие-то воспоминания? Совершенно верно Интимные воспоминания? Месье Вы что, ревнуете? Ревнуете круто? Вы не понимаете моих чувств Я не хотел бы, чтобы подвергалась сомнению супружеская верность моей жены Восемь, девять, двадцать четыре Прекратите собирать эти дурацкие жемчужины Отвечайте А вы разве задали мне какой-то вопрос? Что вы искали вместе с графом Гессенским в павильоне? Зачем вы туда отправились? Угадайте, вы искали любовное приключение Это нетрудно Неужели вы думаете, что я выберу себе для этого постель, в которой вы развлекались с принцессой Парати? Какая разница в какой постели? Признайтесь, что вы это сделали Если я признаюсь, что такого? Я ведь женщина, мсье Вам не нужен любовник У вас есть муж Муж? А где он? Где он, мой муж? Где он? Я его не вижу Где же мой муж? Бесстыдница Мсье, я герцогиня Орлеанская Проклятое платье А вы позовите камеристок? Что с вами, мсье? Сначала жемчужины, а теперь платье? Мсье, эта ночь будет для вас дорогой Мсье Как вы посмели без разрешения войти в покой герцогини? У меня приказ от короля Что ему нужно? Ваши высочества немедленно должны отправиться обратно в лагерь Я завтра поеду Приказ гласит немедленно Я обязан проследить за его выполнением Карета уже готова Все это следствие вашего поведения, мадам Король обращается со мной как с дезертиром За то, что я оставил без присмотра войско А вы ожидали чего-то другого Я сделал это из-за вас, мадам Не кричите, я поняла Опять вам женщина вскружила голову Очень жаль, что этой женщиной оказалась я Вы еще насмешничаете? Вы меня еще не знаете Рано вы торжествуете победу Что произошло? Говори, я точно не знаю вашу светлость Он нас всех отправил Хотел остаться наедине с мадам Ну и что они? Были счастливы? Откуда я могу знать? Говори, что тебе известно Похоже, герцог вел себя очень порывисто Платье мадам было изорвано И жемчужины были разброшены пополам Мы должны были сегодня их собирать Уходи Субтитры создавал DimaTorzok Встаньте, мадам Слава богу, у меня уже коленки подгибались Я не расположен к шуткам, мадам Вы меня разочаровали Герцог оставил войско без моего разрешения Я не звала его Но вы хотите упрекать меня в том, что герцог нарушил ваш приказ? Да, именно так Ваш образ жизни заставил его так поступить Я не знала, сир, что и вы всерьез принимаете сплетни, двора Каждый член королевской семьи должен вести себя так, чтобы сплетни не затрагивали их Говорят, что граф Гессенский встречается с вами Выезжает в вашей карете, вы совершаете продолжительные прогулки Вчера вечером на глазах у всех вы уединились в нише вместе с ним Но я просто нашла свободную нишу У меня разорвалась подвязка на панталонах Молодой человек помогал вам выйти из этого положения А вы предпочли, чтобы я осталась без панталон во время танца? Мадам, в будущем не ведите себя так, чтобы ваш муж терял от ревности голову Вы, по крайней мере, вознаградили его? Нет, сир Я не успела раздеться, как ваш офицер приехал Для графа Гессенского мы подготовим паспарка, он оставит Францию Но, сир, я уже принял решение, мадам Я сейчас отправляюсь в поездку по провинциям И пока я не вернусь, вы не должны покидать двор Понятно? Я поняла, сир Я под домашним арестом С ним рядом женщина Будьте осторожны, она борется против вас Я это сама знаю Я пришла к вам не для того, чтобы узнать, что у меня появился враг А для чего же, мадам? Вы прекрасно знаете Вы должны мне помочь Вы многого от меня требуете Я ей плачу много Покажите мне ваше лицо, чтобы я знала, можно ли вам верить Приходите сегодня на молитву В монастырь Святой Анны Там вам помогут Субтитры создавал DimaTorzok Счастье сопутствует нам, ваша светлость Она была так неосторожна, что нажила врага в лице старшего повара Сколько он хочет Он достаточно скромен Сто луидоров По-вашему, это скромное требование? Неужели для вас это много? Если иметь в виду то вознаграждение, которое вы получите Передайте ему этот, пусть он поторопится Все должно произойти, пока король отсутствует Там две женщины, ваша милость Они привезли какое-то известие От двора? Не думаю Их привез простой извозчик Пусть войдут Что вам нужно? Славная Бина У вас письмо для меня? Нет, но кое-что получится, ваша милость Лиза Лотта А если об этом узнают? Никто не узнает Я камеристка герцогини И меня зовут Палет Я могу навещать Кого захочу Хорошо, что я еще раз увижу тебя перед отъездом Руда Когда ты едешь? Завтра С почтовой каретой Ранним утром Мы тогда Поужинаем напоследок Все вместе Ты же обещала, что задержишься всего минутку Да ну Дай посидеть Неизвестно, когда я еще буду так счастлива, как сейчас Бина Пусть принесут еще приборы Ну Иди распорядись Руда Лиза Лота Бина права Я рад, что ты приехала ко мне Но сейчас лучше тебе уйти Какие вы все трусы Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня Если ты не пойдешь, я сам спущу тебя с лестницы Раз ты меня гонишь Ну Прощай, старый мошенник И придумай какую-нибудь ложь Почему тебе пришлось уезжать из Парижа То, что ты мой любовник Тебе все равно ведь дома Не поверят Извините, Ваша милость Извозчик больше не хочет ждать Ворота города закрывают Да, мы идем До свидания, Ваша милость Идем по лету Счастливого пути, Вашей милости И надеюсь, что ты скоро опять приедешь Счастливого пути, Вашей милости Мадаме Что произошло? Полет Она заболела Мы должны вызвать врача Где она? В малом салоне Полет Что произошло? Сожалею, мадам Но я уже ничем не смог помочь Но Возьмите себя в руки, мадам Все произошло очень быстро Она не страдала Что случилось, аббат? Час тому назад Для вас, мадам Принесли ужин Камеристка отнесла Поднос в спальню Как будто для вас Ну и не удержалась Тоже Решила попробовать И потом, когда она выходила Взялась небольшой кусок Она почувствовала себя плохо У нее потемнело в глазах С каждой минутой Ей было все хуже и хуже Я еле успел Сказать ей последние напустные слова Теперь о ней позаботится Бог, мадам Идемте Мне нужны деньги, ваша милость Деньги? За что, халтурщик? Ты напиться хочешь? Мне бежать нужно, он прав Он должен исчезнуть На, выбирайся Благодарю вас, ваша милость Покажи ему дорогу Слушаюсь, ваша милость А вы, шевалье У вас достанет денег Для вашего собственного бегства А зачем мне бежать? Ничего Такого не произошло Убили камеристку И все Этого дурака поймают И он начнет болтать Следующей жертвой будете вы Я уверена, что и вы Проболтаетесь Вы что, боитесь? Где повар? Он исчез Никто не знает, где он Мадам Надо послать посыльного Королю Он распорядится О расследовании И виновный будет Найден Бо-ве? Вы передадите письмо королю Только последите, чтобы он действительно его получил Мадам За этим покушением чувствуется рука Лорена Пусть он поплатится за это, если это так Но Лорен друг герцога И за это он должен быть пощажен Если дело примет опасный оборот Он не остановится перед тем Как рассказать Что-нибудь из обличающей герцога По поводу убийства его первой жены Думайте о мадам Как ее спасти? Такое покушение может любую минуту повториться Все очень просто Просто они хотят, чтобы я Не ушла с их пути Я добровольно уеду из Франции Нет, нет, мадам Вы не сможете это сделать Без разрешения короля Никто не имеет права Пересечь границу Франции Меня никто не узнает Я ведь во Франции чужая Продолжение следует... Продолжение следует... Мадам Мне приказано доставить Ваше Высочество в Париж Кто отдал этот приказ? Министр полиции, мадам Прошу вас Идите вон в ту карету А вы, господин граф, можете продолжить Ваше путешествие? Нет, я буду сопровождать Герцогиню до Парижа Как вам угодно Герцогиню до Парижа Герцогиню до Парижа Аббат Ну, что-нибудь узнали? Слава Иисусу Христу! Да, во веки веков Аминь! Говорите, пожалуйста Мадам, я спрятался за исповедником короля Да, мой отец Аббелье Смог установить только то, что все письма Непрочитанные Были отправлены через короля Дальше герцогу Он не читал их, да Ваша судьба в руках герцога теперь Но отец Аббелье не сказал Королю, что я желаю только одного Вернуться к народному Вооружитесь терпением, мадам Вы здесь в монастыре, по крайней мере, в безопасности Да, я была бы в безопасности так же и в могиле Мадам, у меня хорошая новость Маркиз Дебове ждет в приемной Я говорил с ним Как дела? У него все хорошо Он волнуется из-за вас Он хочет во время допроса Дать показания, которые уберут Всякие сомнения в отношении вашей непорочности Он не должен об этом говорить Ни в коем случае Пусть король узнает правду Хватит защищать герцога Вы можете встретиться с графом еще раз? Только сегодня вечером Я подкупил охранника Передать ему мое письмо Перед тем, как он будет давать показания Это очень важно Важное письмо, и оно не должно попасть Кому-нибудь Чужие руки Я сделаю все, что нужно Сейчас я вернусь Маркиз, стойте, вы арестованы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, в картах вы разбираетесь лучше, чем в людях, принцесса Не понимаю, Сир Вы убеждали меня, что ваша племянница Чистая и порядочная девушка Но она глупа И к тому же лжива Сил Проявите великодушие Монастырь для молодой девушки Слишком суровое наказание Пусть она вернется на родину Судьбу Судьбу женщины, которая хотела Сбежать из Франции к себе на родину Будучи женой герцога Орлеанского Должен решать он сам Вот вы с ними поговорите Отлично Правда пока еще никому не известно Ситуация изменится Пока эта женщина во Франции Нельзя чувствовать себя в уверенности Да, жалко, что бегство не удалось У нас много, что не получилось Полтун Предпримите что-нибудь Или стены монастыря для вас слишком высоки Сир Мы установили, что герцогиня Возобновила Контакт с графом Гессенским Она написала ему письмо Как вы это установили? При попытке проникнуть графу Мы Арестовали маркиза Дегове Он оказал нам сопротивление Что дальше? Его скрутили Верные у нее друзья Вот это письмо Графу Гессенскому Мы нашли у маркиза Здесь печать герцогини Герцогу 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 КОНЕЦ Надеюсь, мои друзья были не слишком грубы с тобой. Я чуть не вздохнулась. Извини. Они привыкли к суровой работе, эти парни. Садитесь, мадам. Что вам от меня нужно? Почему вы меня похитили из монастыря? Там вы были не в полной безопасности. Я хотел упредить ваших врагов. Знаете, мадам, вы больше не встретитесь с принцессой Парати и шевалье де Лорен. Что это значит? Я попросил короля удалить их от двора. И что же заставило вас так поступить? Я получил письмо и скрыл его, хотя оно адресовано графу Гестенскому. Рудо, не говори, что меня хотели отравить. Пусть король лучше думает, что я твоя возлюбленная. Я не хочу мешать герцогу. Прекратите. Я заканчиваю. Может быть, это глупо, но мне не хотелось бы, чтобы герцог снова впал в немилость. Как жаль, я хотел его сохранить. Пустите меня. Вам что, здесь не нравится? Я ненавижу эти покои. Плохие воспоминания? Может быть, исправим это? Я всегда бываю здесь с женщиной, в которую я влюблен. Какая наглость. Вы осмеливаетесь принимать меня здесь, в этом павильоне. Я вам не любовница, а жена. Вот именно. Если бы вы не были моей женой, вы бы давно уже стали моей любовницей. Никогда, никогда. Вы думаете, любая женщина сразу же прыгнет к вам в постель? Ну, может быть, не любая, но вы-то сразу прыгнули. Какая наглость. Я должна была это сделать. Я ведь вышла за вас замуж. Не дотрагивайтесь до меня. Почему? Ты меня больше не любишь? Нет. То есть да. Нет. Да. Я есть хочу. Советую вам отвергать вот это кушанье. Боюсь, что ваш рацион в последние дни был недостаточно богатым. Вы очень великодушны, Ваше Величество. Сир. Сир. Они едут. Очень хорошо. Извините меня, пожалуйста, дорогая. В чем дело? Кто осмелился остановить мою карету? Король-муси. Мне сообщили, что вы везете контрабандный товар. Прикажите обыскать мой багаж. Искусные контрабандисты не прячут контрабанду. Чемодан. Что за этим покрывалом? Я хочу спать. Прошу прощения, мадам. Я побеспокоил вас во время сна. Но мне хотелось еще раз посмотреть на вас. Я, конечно, не думал, что я открою у вас еще и новые достоинства. А я не думал, что на нас нападут разбойники. Сир, извините. Герцогиня смертельно устала. Понимаю. Наверное, ночь была очень напряженной. Да, нам многое нужно было наверстать. Прощайте, Ваше Величество. Ну, тогда спокойной ночи, мадам. И желаю вам приятных сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok